Приветствую вас на своем канале! Наступает холода и мы приступаем к вязанию шапочек. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую красивую в выполнении простую шапочку узором ячеечки, которую я украсила меховым помпончиком. У меня обхват головы 54 см, данная шапочка подойдет на обхват головы где-то 54-55 см. Украсила я меховым помпоном, но можете также сделать обычный помпончик из пряжи. У нас уйдет на данный размерчик 2 третьих моточка, соответственно 1 треть моточка у вас может пойти на помпон. Вяжется шапочка достаточно быстро и легко. Я вязала ее на чулочных спицах. По желанию вы можете вязать на круговых спицах, все то же самое повторяете. Единственное, что порекомендую вам, это взять спицы круговые на коротенькой леске, либо же жгутике. То есть вы уже просто будете вязать, повторяя мои движения на чулочных спицах. Вот, конечно же, кому понравилось, не забудьте лайкнуть и приступаем к вязанию. Если хотите на размер увеличить шапочку, то, соответственно, набирайте изначальное количество на один раппорт, то есть на 4 петли больше от моих количества петелек начально набранных. И затем мы, не добавляя никаких петелек после резиночки, будем приступать к вязанию основного узора ячеечек с таким же раппортом узора. Для вязания я буду использовать полушестяную пряжу Ализелла Нагол 240 метров в 100 граммах, 207 цвет. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео, ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Буду вязать двумя номерами чулочных спиц, это номер 3,5 для вязания резиночки и номер 4,5 для основного узора. По желанию вы можете заменить чулочные спицы на круговые, если вам удобнее так вязать. Также нам понадобится крючок, ножнички и один маркер. Маркер можете заменить булавочкой или ниточкой компрастного цвета. Для данной окружности головы нам нужно набрать количество петелек кратное 4, я буду набирать 96, плюс 1 петлю нам нужно набрать для замыкания вязания в круг, она у нас сократится. Поэтому отступаем от начала, от края ниточки нашей 60-70 см и начинаем набирать петли. Я беру спицы меньшего размера, на первую спицу я набираю 2 начальные петельки, затем приставляю 2 и набираю еще 95 петель. После того, как я наберу все петельки, я распределю общее количество петель на 4 рабочие спицы. Распределили на каждый спиц по 24 петли и кладем теперь красивой косичкой наборочного края вверх и смотрим, чтобы петли не были перекручены. Теперь берем в левую руку, там где у нас первая спица, на которой набраны начальные 2 петли, их хорошо четко видно. И благодаря тому, что мы набрали их на одну спицу, они у нас красивые, будут не растянутые крайние петельки. Затем в правую руку берем спицу четвертую, на которой набрана последняя вот здесь вот лишняя наша петелечка. Берем к этой лишней петелечке, переснимаем первую набранную петлю с левой спицы. Вот так. Теперь одеваем последнюю набранную и спускаем полностью между первой и четвертой спицей эту лишнюю петлю. Она у нас оказывается вот. И возвращаем обратно эту петельку, первую набранную, ко второй, обратно на левую спицу. Теперь берем короткий краешек ниточки, тянем на себя, а рабочую нить от себя. И у нас получается, что эта 97-я лишняя петля стянута между первой и четвертой спицей. И на спицах у нас осталось то количество петель, которое нужно было изначально. То есть у меня это 96. Теперь я беру, хорошо натянув рабочую ниточку, вот так вот на пальчик, беру, подтягиваю к рабочей ниточке вот этот хвостик, вот так вот, натягиваю хорошо ниточки и беру рабочую спицу. Натягиваем нашу двойную ниточку и несколько первых петелек первого ряда мы свяжем в двойную нить для того, чтобы спрятать хвостик наборочной вот этой ниточки. В дальнейшем мы его просто отрежем, и нам не придется его прятать после того, как закончим работу. Итак, берем спицу и начинаем вязать первый ряд. Формируем резиночку 2х2. Вяжем первую, вторую петлю лицевой. Далее третью, четвертую вяжем изнаночной петлей. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные. Возможно, при вязании первого ряда вам покажется, что у вас выпадают спицы, но будьте осторожны. Держите их ближе к поверхности, и тогда ничего не выпадет. Снова 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот так чередуем до конца этой спицы. Связали первую спицу, теперь подтягиваем вот этот хвостик, он у нас остался за работой, и между провязанной первой спицей и четвертой непровязанной ставим вот так вот маркер. И далее продолжаем вязать до конца ряда, то есть довязываем еще вторую, третью и четвертую спицу, продолжая чередовать то 2 лицевые, то 2 изнаночные. То есть до конца ряда, до маркера. Довязав до конца ряда, обратите внимание, чтобы ряд у вас закончился 2 изнаночными петельками, так как начинался с 2 лицевых петель. Далее, начиная со второго ряда, все последующие ряды будем вязать как второй ряд. То есть, смотрите, лицевые петельки мы пока сейчас свяжем за вот обе стеночки петли, так как вязали первые петельки за 2 ниточки. Лицевые петельки мы будем вязать за ближайшие стеночки, а изнаночные петельки за дальние стеночки, благодаря чему у нас не будет нарушен узорчик резиночки 2х2. И с лицевой стороны и с изнаночной стороны будут петли выглядеть одинаково красиво и аккуратно. Лицевые петельки 2 вяжем за ближайшую стеночку, изнаночные 2 за дальнюю стеночку. И продолжаем чередовать также 2 лицевые и 2 изнаночные, как и в первом ряду, уже по сформированному рисуночку, который связали в первом ряду. То есть, вяжем над лицевыми 2 лицевые, над изнаночными 2 изнаночные. Довязав до конца спицы, вот так вот 2 лицевые и 2 изнаночные, переходим к следующей и к следующей. И вот так вот вяжем до конца ряда. Второй ряд, третий ряд и так далее. Такое количество рядочка вяжем, какой хотите видеть высоту вашей резиночки. Изначально и до того, как начнете вязать рисуночек. То есть, сейчас продолжаем вязать со следующей спицы 2 лицевые и 2 изнаночные, до конца довязываем ряд. И затем также продолжаем, как второй ряд, как первый ряд, вязать над лицевыми петлями 2 лицевые, над двумя изнаночными 2 изнаночные. Связала я 6 см высоту резиночки и у меня получилось это провязанное 15 рядочков. То есть, мы с вами связали первый ряд, второй ряд начали и самостоятельно довязала я до 15 ряда. Сейчас я нахожусь с вами в начале 16 ряда. Вот он наш маркер и мы находимся вот в начале ряда. Первые 2 лицевые у нас и я меняю спицы на размер побольше. То есть, сейчас мы провяжем с вами просто ряд лицевыми петельками для того, чтобы перейти на спицы большего размера. Лицевые я так и продолжаю вязать за ближайшие стеночки и изнаночные буду вязать за дальние стеночки только также лицевыми. Вот так. То есть, лицевые над лицевыми и лицевые над изнаночными. Если будете вязать правильно петельки, то тоже красивыми косичками лицевыми лягут у вас петельки лицевые с лицевой стороны. И вот посмотрите, что у меня получается с изнаночной стороны, как я вам уже говорила. Лицевая похожа на изнаночную. Теперь подтягиваем вот эту крайнюю нашу ниточку, хвостичек и берем ножнички и отрезаем. Все, он у нас уже здесь завязан в начале первого ряда, поэтому все, нам никаких ниточек здесь прятать не придется. И дальше до конца ряда продолжаем менять спицы на размер побольше, поочередно провязывая в каждую спицу лицевые петельки. Теперь переходим на основной узор. Мы не будем добавлять петельки, ничего, мы просто будем вязать первый ряд. Кратное число 4 у нас должно быть для основного узора. Вот они у нас 4 петли резиночки 2х2. Сначала мы будем делать перекрещивание в правую сторону 2 лицевых петелек, а затем 2 вот этих последующих петелек, они у нас тоже теперь лицевые, в левую сторону. Берем, снимаем 2 непровязанные лицевые петельки. Далее одеваем на левую спицу сначала первую снятую петлю, вторую переводим перед ней и одеваем обратно на левую спицу. Таким образом мы поменяли местами, теперь у нас вторая лицевая первая, а первая лицевая, за ней вторая. И провязываем сначала первую лицевую и далее вторую лицевую. Сделали перекрещивание в правую сторону, теперь делаем в левую сторону. Берем, переснимаем на правую спицу 2 непровязанные петли. Далее заводим спицу сначала первую переодеваем, вторая остается петля за работой. И затем подтягиваем вторую. Сначала провязываем вторую лицевой, теперь уже первую, а затем вторую, бывшую первую. И вот мы связали с вами раппорт узора. Провязали 2 лицевые с наклоном вправо и 2 лицевые с наклоном влево. Вот так будем повторять до конца ряда. Теперь снова берем, переснимаем непровязанные 2 лицевые петельки. Заводим спицу за работу. Снимаем сначала первую петлю, вторая остается перед работой. И одеваем ее также на левую спицу. То есть, обратите внимание, что я завожу первый раз спицу за работой. Поменяв местами петельки, я провязываю сначала одну лицевую, затем вторую лицевую петельку. Затем переснимаем непровязанные на правую спицу 2 следующие петельки. И я завожу спицу перед работой второй раз. Вторая петля у нас остается за работой, мы ее одеваем. Теперь снова провязываем 2 лицевые. И запомните, что всегда будут петельки у нас связаться лицевые. То есть, сразу уже запоминайте и делайте для себя какие-то пометочки, скажем так, как правильно делать. Берем, переснимаем 2 непровязанные лицевые петли. Для того, чтобы сделать первую петельку, сейчас она вторая, а затем, чтобы сделать ее первую, мы заводим петлю за работу. Вот так вот. А вторую перед работой переносим на спицу. И вот так вот провязываем сначала первую лицевую, затем вторую. Две последующие петли мы заводим спицу уже перед работой за первую петлю, вторую переносим за работой. И одеваем на левую спицу. Снова 2 лицевые. Сделали на колонн вправо, влево, вправо, влево, вправо, влево. И вот так вот чередуем. Довязали до конца ряда перекрещиваний. И старайтесь в дальнейшем делать вот такие вот ряды с перекрещиваниями петелек не слишком туго. То есть, чтобы у вас петельки были свободны. И тогда у вас рисунок не стянет, скажем, не получится, что резиночка такая вот растянутая, широкая, а узор пойдет на сильное сужение. Вот, все вяжем достаточно свободно. Второй ряд и все последующие четные ряды, это 4, 6, 8, 10 и так далее, вяжутся просто лицевыми петельками. Я вяжу лицевые за ближайшие стеночки, чтобы просто красивыми лицевыми косичками у нас они ложились. То есть, мы как бы закрепляем каждым четным рядом наше перекрещивание. Довязали до конца четный ряд. И у нас получается, если мы сейчас посмотрим вниз на свою работу, на первый ряд перекрещиваний, у нас получается 4 петли связаны как бы вот такой вот открытой чашечкой. Здесь 4 петли открыто, здесь 4 петли здесь, здесь, здесь и так далее. Я вот, как вы видите, распределила по 6 трапортов узора на каждую из спиц, мне так удобно. Вот, и мы как бы открывали, делали чашу. Теперь в третьем ряду мы эту чашу будем делать с закрытия вот как бы этой чашечки. И делать сначала будем перекрещивание в левую сторону, затем в правую сторону. То есть, наоборот, мы в первом ряду делали в правую, в левую сторону открытия чашечки, а сейчас в левую и в правую закрытия будем делать. Как мы это сделаем? Мы точно так же, как шли, снимаем 2 непровязанные первые петельки, и нам нужно вот эту первую сейчас отправить с наклоном в левую сторону. Поэтому мы заводим перед работой спицу, вторую петлю за работой поправляем, и вяжем сначала вот эту вторую петлю, а теперь первую. То есть, мы сделали с наклоном 2 петельки, сейчас я уберу спицу, чтобы вам было видно, с наклоном в левую сторону. А теперь следующие 2 с наклоном в правую сторону. Нам нужно, чтобы вторая петелька была сейчас первой. Поэтому мы снимаем непровязанные 2 петли, заводим за работу и снимаем первую петельку. Затем заводим перед работой вторую петельку. Сначала провязываем вторую, затем первую лицевыми петельками. И сделали наклон в правую сторону. То есть, как бы меняем местами то, что делали в предыдущем нечетном ряду. Вот, снова заводим перед работой первую петельку, снимаем, вторая остается за работой, и подправляем ее. Вяжем одну лицевую, затем вторую лицевую. Сделали наклон в левую сторону, а теперь делаем в правую сторону. Снимаем 2 непровязанные петельки. Нам нужно вторую поставить вперед. Поэтому мы за работой снимаем сначала первую, затем переодеваем на нее вторую. И вот так вот провязываем поочередно сначала одну лицевую, затем вторую. И у нас получаются вот такие вот закрытые ячейки. Дальше продолжаем. Снова 2 непровязанные снимаем. Сначала перед работой переносим первую петлю, за ней переносим вторую петлю. И вяжем 2 петли лицевые. Затем снова 2 непровязанные снимаем петли на правую спицу. Заводим спицу за работой и переснимаем вот так вот вперед вторую петельку. И сначала одну вяжем лицевую, а затем вторую. Вот таким вот образом мы будем чередовать закрытие ячеечек до конца этого ряда. Довязали до конца ряд с перекрещиваниями. И четвертый ряд это четный ряд, поэтому вяжем все петельки лицевые. Я вяжу лицевые, так и продолжаю за ближайшие стеночки. Для того, чтобы красивыми лицевыми косичками снова ложились наши петельки. Довязав четвертый ряд, мы с вами закончили раппорт узора. Теперь пятый ряд будем вязать, начиная с первого ряда. Мы будем делать открытие чашечки, то есть в правую сторону. Сначала перекрещивать две наши лицевые петли. Поэтому заводим за работу и снимаем сначала первую петлю. Перед работой переносим вторую петлю. И провязываем сначала первую лицевую, затем вторую. Далее, следующие две петли мы будем перекрещивать с наклоном влево. Для этого заводим перед работой, снимаем первую петлю. За работой переносим вторую петлю. И вяжем сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. Сделали перекрещивание вправо-влево. Повторяем. Снимаем две непровязанные лицевые петельки. Заводим за работой, снимаем первую петлю. Перед работой переносим вторую петлю. И вяжем поочередно сначала одну лицевую, затем вторую лицевую. Сделали наклон вправо, теперь делаем наклон влево. Две лицевые снимаем непровязанной. Заводим перед работой, снимаем первую петлю. За работой отправляем следующую петлю. И вяжем сначала одну лицевую, затем вторую. Вот таким вот образом, как мы вязали с вами первый ряд. Второй ряд мы будем вязать просто лицевые петельки. Третий ряд мы точно так же будем делать перекрещивание, но уже закрытие. Сначала наклон в левую сторону, затем в правую сторону. То есть вот таким вот, я считаю, что несложным способом мы будем вязать основной узорчик до нужной нам высоты шапочки, а потом будем делать закрытие макушки. Довязав пятый ряд с перекрещиваниями, шестой ряд просто лицевыми петельками. И далее в седьмом ряду мы вяжем, как в третьем ряду, закрытие ячеечек. Поэтому снимаем две непровязанные лицевые первые петли, заводим перед работой, снимаем первую петлю, за работой переснимаем вторую петлю обратно на левую спицу. И далее вяжем одну и вторую петлю лицевыми. Далее снова снимаем непровязанными на правую спицу, отправляем вторую вот так вот петлю перед работу и переснимаем. Сначала вяжем ее лицевой, затем вторую лицевой. сделали закрытие петелек наших ячейки вот так вот как бы были открытые петельки теперь закрыли и далее снова повторяем снимаем 2 непровязанные петли заводим перед работой вторую за работой петлю вяжем 2 лицевые петли 1 2 затем снова снимаем 2 непровязанные петельки заводим уже за работу снимаем первую петлю вторую петлю перед работой переносим вперед и вяжем 2 лицевые петли вот так вот мы с вами сейчас получается вяжем седьмой ряд затем восьмой ряд вы просто свяжите лицевыми петельками и начинаем снова с первого либо с пятого ряда то есть мы сейчас связали с вами два раппорта узора высоту практически без одного ряда и вот так вот выглядит наш узорчик так как у меня шапочка достаточно на небольшой обхват головы я бы сказала даже стандартный такой вот то я буду делать ее не слишком глубокую я буду вязать всем полных раппортов узора то есть мы с вами связали 2 еще самостоятельно я довязала 5 с половиной раппорта и оказалась в середине восьмого раппорта узора то есть в середине восьмой ячейки если же у вас обхват головы больше вы вяжете шапочку то соответственно свяжите полных восемь раппортов и половине девятого окажитесь для того чтобы сейчас начать убавление для макушечки я же буду вязать начиная с третьего ряда восьмого раппорта вот и сейчас как раз таки в третьем ряду мы должны будем делать закрытие ячейки то есть вязать наклон сначала в левую сторону затем в правую сторону но параллельно с этого ряда начиная я буду делать убавление для макушки сначала я поверну вот так вот снимаю две петельки не буду я менять их и местами а просто дальними стеночками вот так вот разворачиваю чтобы у меня косичка была с наклоном вправо то есть смотрела а вязать мы будем убавление с наклоном влево то есть за дальние стеночки захватываем первую и вторую петельку и вяжем вместе одной лицевой петлей таким образом мы сделали наклон влево и убавление то есть у нас сейчас вместо двух лицевых одна лицевая петля далее следующие две петельки раппорта мы вяжем с наклоном правую сторону заводя за вторую петельку мы ничего не поворачиваем а просто вяжем две петли вместе одной лицевой и у нас получилось наклон влево наклон вправо вот так вот будем повторять до конца ряда меняем дальними стеночками вперед две петельки не меняя местами и вяжем за дальние стеночки вместе одной лицевой далее заводя за вторую петельку вяжем две следующие петли вместе одной лицевой снова меняем дальними стеночками вперед и вяжем задание стеночки две вместе одной лицевой петлей далее заводя за вторую петельку 2 вместе вяжем снова лицевой петлей вот так я связала 3 раппорта узора тем самым закрыла ячеечку и убавила у меня теперь вместо 4 петель 2 петли сделали убавление теперь у нас на спицах два раза меньше петель и каждый раппорт уменьшился на половинку вот и от начала вязания у нас сейчас от первого наборочного ряда края у нас сейчас 19 сантиметров если же вы провязали изначально на один раппорт больше то у вас сейчас должно быть 20 сантиметров вот теперь продолжаем дальше вязать 4 ряд 4 ряд это четный ряд поэтому мы провяжем просто все петельки лицевые это четвертый ряд раппорта поэтому все равно вяжем его лицевыми петельками как вязали прежде третий ряд макушки это тоже ряд с убавлениями поэтому мы сейчас каждые две петельки провяжем попарно заводя за вторую петлю мы захватываем вторую и первую и вяжем вместе одной лицевой петлей снова попарно две петельки вместе одной лицевой 2 петельки вместе одной лицевой и снова в раза сокращаем количество наших петелек довязав третий ряд с убавлениями четвертый ряд это четный ряд поэтому провяжем все петельки просто лицевые пятый ряд мы повторим как третий провязывая попарно все петельки тем самым сокращая еще количество петель в два раза шестой ряд это четный ряд по счету поэтому тоже провяжем все петельки лицевые у нас по кругу осталось 12 петелек на 4 спицах по 3 петли поэтому я предлагаю вам также связать 6 убавлений попарно провязывая петельки сначала две начальные затем переносим третью петельку на следующую спицу и точно также продолжаем вязать попарно сокращаем петельки и убираем лишние спицы у меня осталось сверху 6 петелек на двух спицах и теперь я провязываю первую петлю лицевой дальше возвращаю ее обратно на левую спицу и поочередно переодеваю две оставшиеся петельки на этой спице на эту первую провязанную лицевую петлю далее подхватываю рабочие спицы и переношу эту петельку на вторую спицу точно также поочередно переодевая на эту рабочую петельку на эту оставшуюся петельку рабочие спицы поочередно все петельки и мы получается переодели на одну лицевую 6 из петель чек которые у нас остались теперь переодеваем на крючок вот эту рабочую нашу оставшуюся петельку Подхватываем ее аккуратно, чтобы не спустились петли с нее. Убираем спицы и смотрим, подтягивая петельки, но не слишком. Мы вот так вот смотрим, чтобы у нас не получилось никакой дырочки. Отверстие достаточно не стянутое. Теперь берем, делаем крючком, подхватывая рабочую нить, две воздушные петли и привытягиваем ниточку. Перед тем, как отрезать рабочую нить, я рекомендую вам померить на голове данную шапочку. Если вам коротковато, то есть если вы где-то уперлись головой, скажем так, и кажется, что нужно поглубже, то, соответственно, довязываете вот этот один рапорт. Возвращаетесь. Здесь немного, поэтому не переживайте, если придется распустить. Ничего страшного, вы подхватываете петельки все до вот этого первого ряда убавления. То есть до третьего ряда рапорта. И возвращаетесь, делаете еще один рапорт. Если же вам этого достаточно, то берете, прикрепляете помпончик, если хотите с помпоном. Можете из оставшихся ниточек. У меня здесь осталось где-то одна треть мотка. Вот как вы видите. Можно сделать здесь помпончик большой. Можно сделать меховой помпончик. Докупите еще один моточек ниточек. И как раз таки из вот этого остатка этого мотка и нового мотка у вас получится полноценный снуд. Вот. Поэтому по желанию, конечно, можете связать еще под данную шапочку снуд. И, конечно же, померя в шапочку, если все хорошо, то отрезаете ниточку, вытаскиваете на изнаночную сторону и прячете уже краешек ниточки вот здесь, с изнаночной стороны. Так как она здесь у нас закреплена уже двумя воздушными петельками, то никуда у вас ниточка уже не денется. Все останется хорошо и не будет распускаться. Я надеюсь, что у вас все получилось. Не забудьте прикрепить помпон, либо же украсить брошечкой на ваше усмотрение. И, конечно же, лайкнуть. Спасибо, что оставались со мной. Всем хорошего настроения. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будет много чего нового, интересного. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok